Надежде Моисеевой 82 года. Больше половины из них она проработала на стройке. Носила кирпичи, поднимала мешки с цементом. Тяжелый труд неизбежно сказался на здоровье. Болит спина, на ногах варикоз и постоянные головные боли. Чтобы доехать до ближайшей больницы, нужно минимум полтора часа, что очень тяжело, признается женщина. Ну так вены вот на ногах, это все же отдалось. Вот приехали машины, около дома, они нервничают туда, в больницу. А ведь если в больницу уйдем... А нервы, а нервы, то там и здесь. Таких людей, как Надежда Александровна, которые пришли обследоваться в поезд здоровья, в Ленинском районе больше ста человек. В этот район поезд прибывает во второй раз. Такая поликлиника на колесах курсирует по области уже второй год в рамках национального проекта здравоохранения. А с этого года разъезжает и по районам Нижнего Новгорода. Решение о включении областного центра в маршрут мобильных поликлиник было принято губернатором области Глебом Никитином по итогам встречи с членами экспертного совета по реализации стратегии социально-экономического развития Нижегородской области. Поезд останавливается там, где не хватает нужных жителям специалистов, где нет располагающихся рядом больниц, также в частных секторах и новых жилых комплексах. Мы представляем врачей, прежде всего, тех специалистов, которые ставят именно такие диагнозы, то есть обследуют пациентов именно в плане наиболее-таки значимых заболеваний. Это заболевания токтейной системы, это онкология, это патология в том числе вот в этом воздействии окулиста, здесь у нас снимается ДГ и тестовые анализы на холестерин и глюкозы, то есть те именно заболевания, которые чаще всего отличаются в глюкозе. Очень актуально становится, конечно, инициатива групп губернатора, это доступная медицина, в рамках которой курсируют поезда здоровья на территории Нижегородской области. И очень важно, что в этом году затронули не только Нижегородскую область, но и город Нижний Новгород, и в Нижнем Новгороде появились поезда здоровья, потому что, конечно, удаленность от медицинских учреждений иногда не очень, так скажем, положительная, и люди не могут получить медицинские услуги, но и мы понимаем, что в рамках вот таких поездов здоровья люди приходят и в одном месте могут получить высококвалифицированную медицинскую помощь на очень хорошем оборудовании. За пять выездов поездов здоровья их посетили более 400 человек. Специалистами проведено 1020 консультаций и 594 исследования. Городской поезд здоровья будет курсировать по Нижнему до 16 августа, охватит Ленинский, Сормовский и Канавинский районы. Обратиться к специалистам может любой житель, принимает без документов и справок. А следующую остановку поезд здоровья совершит 1 августа в Канавинском районе на базе школы 51. Анна Давыдова, Вячеслав Орлов. Время новостей. Анна Давыдова, Вячеслав Орлов.